В заключительный день тренировочных сборов в гарме Шпартенкирхене Магнитогорский Металлург прибыл на стадион, чтобы сыграть товарищеский матч с подмосковным Витязем. Тренерский штаб Магнитки дал возможность проявить себя молодежи и новичкам команды, оставив в запасе целый ряд опытных хоккеистов. Мы знали, что надо ждать от Женьки Бирюкова, от Тимкина, от Платонова, и поэтому там все понятно, а ребята новых, молодых, мы хотели проверить, но мы плохо смотрели. Несмотря на экспериментальный характер состава, иной задачи, кроме как победить, перед Магниткой не стояло. Во время предматчевой установки главный тренер Илья Воробьев отмечал, что каждый матч – это своего рода экзамен, тест для игроков. Без малого месяца хоккеисты упорно тренировались и в Магнитогорске, и в условиях европейского Среднегорья. Игра в этом смысле – лакмусовая бумажка, которая позволит подвести промежуточные итоги уже проделанной работы и скорректировать дальнейшую подготовку к сезону. Если идет пересмена, когда мы один игрок шайбы, чтобы мы быстро его съедали и переходили. Здесь не отваливаем до конца работы, нацеленность на ворота, броски, броски, броски. Матч с подмосковным Витязем «Металлург» начал активно уже на старте, проведя несколько опасных атак. Гол не заставил себя ждать. На исходе пятой минуты первого периода сработало ударное звено магнитогорцев. Сергей Мазякин обокрал соперника на чужой синей линии и диагональным пасом вывел на ударную позицию Яна Коваржа. Легионер броском из круга вбрасывания послал снаряд в домик голкиперу Витязя. До перерыва «Металлург» преимущество удвоил. Антон Шенфельд выиграл борьбу за шайбу перед воротами и метко выстрелил точно в девятку. Красиво и полезно. На радость болельщикам магнитки, которых даже в Германии немало. Болеем уже, наверное, больше десяти лет, сколько прошло с того момента, как Магнитогорск играл на Кубке Шпенглера, когда Канаду в финале раскатали. И вот с тех пор как-то вообще все загорелось, появилась русская телевизия в Германии. Ну и как бы начали, так это самое. Все больше и больше, и можно было уже смотреть. А теперь уже вон родились дети, тоже болеют. И ездили на ваши матчи финальные в правду, и везде мы были. После перерыва «Металлург» продолжил радовать зрителей эффектными комбинациями. В дебюте второго периода соперники обменялись голами. А шайбу «Витязя» магнитогорцы ответили позиционной атакой. Отлично проявил себя Томаш Филиппи. Он сохранил шайбу в зоне, набросил снаряд на ворота в расчете на подставление Оскара Осолы. А точку в комбинации поставил Антон Шенфельд, оформивший дубль 3-1. «Металлург» довольно много играл в большинстве, и большой численный перевес уральцы реализовали за три секунды до второго перерыва. Сергей Мазякин сыграл в стеночку с Ярославом Косовым, который после мхатовской паузы кистевым броском под перекладину наглядно оправдал собственное появление в первом звене магнитки. В третьем периоде магнитогорцы увеличили преимущество до разгромных масштабов. Индивидуальным мастерством блеснул еще один новичок Николас Шаус. Получив шайбу в своей зоне, защитник отправился в сольный проход, который завершился точным выстрелом в дальний отголкипера угол. «Витязь» ответил лишь одним голом, который уже никак не смог повлиять на итоговый результат. 5-2. Есть первая победа «Металлурга». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова